И к другому доктору тоже по разу платится. И поэтому получается такой замкнутый круг. К нам приходят пациенты и говорят, вот нам назначение на 35 тысяч. И это вот средний чек, это для Санкт-Петербурга, притом, или для Москвы. В Москве, я думаю, там побольше, по 60-70, да, за один приход. Вот это... А человек приходит, там лечение на полторы тысячи. Все, не то что обследование, а просто лечение на полторы тысячи. А диагноз можно поставить, человек входит, там, коленки показал, уже видел, там, паразитарное заболевание какое-то. И все, и даже не надо никаких там на УЗИ ничего не делать. Можно уже сходу писать лечение. Ну, кстати, вот про паразитарные всякие вещи. Вообще, вот, насколько я знаю, обычно, да, в поликлиниках к этому относятся, как бы, ну, то есть, там ставят какие-то проблемы, какие-то заболевания. Вот, но то, что там ниже уровнем эти проблемы обусловливают паразиты, как бы, об этом никто не говорит. Вот, как у вас к этому отношение? На самом деле, это даже, я бы сказал, проблема России. То, что у нас, и самого ненталитета человека, то, что у нас пока гром не грянет, никто не крестится. Вот, а в том же, я говорю, в Германии пациентов принимал, там, 86 лет бабушка просит подняться на 5,5 тысяч метров пешком. Я помню себя на 3,5, как косматик, там, 5 метров шел, да, и эта бабушка пешком с дедом, кто был 91 вообще, поднимается на 5,5 тысяч. Я спрашиваю доктора, да, у всех, а он натыкает, говорит, ну, что они пара, там, 4 раза в год ходят в эти уборы. То, что, а для меня это удивление было. А все, почему? Потому что сказано было, там, у мамы был случай, там, стороны кардиологии, да, и все, и она раз в год ходила, неважно, с 25 лет раз в год ходила к кардиологу и просто наблюдалась. Ей вовремя назначили, там, препарат какую-нибудь маленькую-маленькую дозировку, да, поменяли ей питание, правильно, сказали, что вот для вашего организма, там, какие-то продукты не очень полезные будут, да, будут больше давать нагрузку на организм, другие будут более полезные в качестве того, что меньше нагрузки на организм. И, пожалуйста, вот, после 6 лет она спокойно пешочком поднимается в горы. А у нас, пока вот не заболит, не припрет, да, к доктору никто не идет. И сами доктора не хотят, скажем так, у них не то, что не хотят. Просто так как времени не хватает, да, они лечат сложные заболевания, уже запущенные, а профилактики они даже забывают, потому что просто им не до этого. Потому что я сам в больнице работал, да, как бы там поток идет, по 25 пациентов в день ты принимаешь, ведешь, да, что просто вот не до профилактики. Хотя бы... А профилактика тут имеется от чего в виду? То есть и паразитов тоже в том числе? Да, в том числе. Просто насчет паразитов... Они еще как бы не начали создавать какие-то там серьезные проблемы, да, но они в организме есть и там со временем... Да, профилактически посмотреть. Просто у нас везде сдаются анализы там простейших яйцеглистов, стандартный анализ везде, нужно его даже по крови сдать, хотя это очень маленькая вероятность получить нормальный результат. Ну, много положительных, можно отрицательных. А все остальное делается на отмашку, для справок. Никто не смотрит. Чтобы посмотреть, нормально найти простейших, да, это что нужно сделать? Не просто самих их посмотреть, надо посмотреть еще продукт жизнедеятельности. Например, ну, например, возьмем лямбли, да. Это что? Это надо взять мазок кала. Кому это хочется делать? Никому не хочется делать. Надо взять электронный микроскоп, посмотреть 100 полей зрения, посчитать, сколько этих лямбли в поле зрения, потом покрасить, посмотреть еще сколько крахмала в поле зрения. Иногда у нас приходит, например, анализ, да, и написано, что там лямбли, гластоцист, никого не обнаружено, да, но 1 или 0,5 крахмала в поле зрения. То есть, это значит, крахмал есть продукт жизнедеятельности, а лямбли просто не увидим. То есть, в этой порции кала просто не увидим. То есть, они не дошли, например, пациент плохо там принимал желчегонное, допустим, да, не полностью курс прошел. Ну вот. То есть, крахмал там остается не потому, что человек кушает крахмал, например, или он там в крыле остается. Да, а смысл то, что крахмал перебывается раньше. Лямбли как бы перерабатывают еду, да, и образуют крахмал. Просто у нас крахмал, почему мы не должны сказать, потому что он раньше переваривается, а лямбли находится чуть позже. И, соответственно, если они будут производить тот крахмал, который они произвели, никто не сможет разобрать, потому что он переваривается раньше. Вот. И получается, если мы увидим крахмал, что он может появиться только из одного места. То есть, соответственно, из простейших. Это либо гластоцисты, либо лямбли. Ну вот, условно. Просто вот большая проблема, что и там общался с разным доктором, что именно не смотрят. Что это делают обычно на справку в бассейн, куда-то еще. И все настолько привыкли, за 300 рублей кто будет смотреть какашку. Вот. Ну и, соответственно, мы в Санкт-Петербурге только с одной из больницы Российской академии наук договорились. И там тоже помогли приобрести электронный микроскоп цифровой, вот, чтобы качественно можно было смотреть. Ну и чаще... Ну тут же тоже, наверное, не 100% попадание. То, что там увидишь, не увидишь. А вот с точки зрения иммуноферметного анализа, здесь же можно еще кровь создавать. Ну там больше как раз-таки ложноположительных, ложноположительных, ложноположительных. То есть очень много ложноположительных результатов. Не такое качественное. А именно, когда поля зрения смотрят, именно глазом. Просто тоже, нас как этот анализ берет? Ой, приносите каус, сделаем, да? Ну а что? У нас с Лембли, например, живут в куполе 12-пешной кишки. Они никуда не выходят. Никуда не выходят. Они там сидят. А чтобы они в каус... Нет, в печени это все заблуждение. Наоборот, боятся желчи. Поэтому, что мы где-то... Нет, ну не в желчном пузыре, а именно в печени. Нет, нет, это все мифы, да. Они там не живут. Они живут в куполе 12-пешной кишки, или в основной тучей кишки, если уж совсем не манитет все. Вот. В тонкой, да? В тонкой кишечнике. Да, в тонкой кишечнике. И вот, получается, чтобы мы их увидеть, мы должны сначала дать желчегонное. Два дня, минимум, там 2-3 дня пропить желчегонное. Например, радиостон, да? Там препараты хорошие. Вот. И после этого сдать как? Из разных мест, то тоже некоторые берут. Староспоминитаз сходили, да? И потом из этой жидкости вместе с обеззараживающим веществом сдают. Конечно, там никого не увидят, потому что там все умрут, да? Вот. Поэтому мы всегда предупреждаем, что надо обязательно желчегонное, чтобы выгнать эти простейшие из купола 12-пешной кишки. Почему именно 2-3 дня? Потому что по пищеварительному тракту, да, всему около 2 суток, может вместе в 2 часов идти еда. То есть, соответственно, так как это купола 12-перстная, это один из самых первых участков кишечника, вот, соответственно, мы там с запасом, с запасом делаем 2-3 дня. Вот, соответственно, если человек пышный, у него большой кишечник, да, соответственно, ему там 3 дня. Если это остынет, как мы с тобой, да, то нам 2 дня с глаза из-за ужина. Вот. Ну и, соответственно, только вот на второй-третий день, если нас рассчитывают, да, забираем калуз трех разных мест, специальный консервант есть, который их фиксирует, ну, чтобы они не умерли, там, сам себе и крахмал не разрушился. Вот. Отночим лабораторию, лаборатория все это смотрит, потом приходит результат. Ну, и, соответственно, так они выявляются. Это, наверное, единственный способ, который достоверный и который точно покажет. И там сразу покажет, есть ли аммиоба, не аммиоба, там, глистацисты, глистацисты. Вот. Самый большой источник заражения обычно это дети, потому что дети берут все в угроз, да, и не мурят. Потому что для аммиоба, на самом деле, достаточно сложно заразиться взрослому человеку. Это вот неаккуратность, отсутствие гигиены тривиальной, то, что вот яблоко потерли, а не панули. А если вот у ребенка, например, есть, ну, с ним живут родители, вот тут как? Да, вот как раз хотел сказать, лечить приходится всех, то есть, обычно... Если у ребенка, да, лямбе есть, то скорее всего родители тоже. Конечно, тут мы как говорим, так как все-таки лечение токсичное, потому что препараты используются... А вот касательно, да, как раз препаратов, да, то есть вы, получается, лечите медицинскими препаратами, то есть, никакими там травками, или как, или по-разному. Комбинируем. Все зависит от человека. Там русские трочатки используете? Какие-нибудь там грибы, лисички. Ну, смотрите, здесь вопрос в том, что... Сказать, например, да, терапию, интетрикс, тяжелый сначала препарат, или потом можно добавить к лактобактериям грецкий орех, но все это будет зависеть от человека, то есть, кого мы лечим. То есть, ребенка... если там запущенный, какой-то сложный, да... Запущенный, мы вообще еще тяжелее начинаем использовать препарат. То есть, ну, бывают такие, которые выживают. Сейчас, из-за того, что осемененность большая, да, человек сам по себе идет в аптеку и покупает препараты, не спрашивая доктора, они становятся все бактерии простейшие, матерными, да, выживают во всех условиях, они выживают даже, когда гамбургер туда попадает из магнитонеза. То есть, они даже его могут переварить, не то, что препаратов каких-то, да. На самом деле, по лечению именно простейших очень мало препаратов, буквально, там, два-три, вот, и они достаточно токсичны, поэтому мы стараемся их как-то сгладить, всегда делаем, если нужно перерыв, но токсичны они бывают в том случае, и то, не сам препарат токсичен, а... Продукты распадения, да, именно когда гамбургер умирает, то есть, они самые простейшие выделяют токсин, но когда мы их убиваем, они также выделяют токсин. Получается, когда пациент приходит совсем запущенный, это, кстати, вот каждый у себя может проверить, да, у взрослых это появляется при очень большом количестве, а у детей сразу появляется. Смотрим логоть, да, и здесь должно быть потемнение, как будто пятно такое, оно темное, не стирается, ощущение, как будто загорел, как будто кусочек загара такое, его ничем он не отерет, некоторые прям труд думают, родимое пятно, что ли появилось, не заметил, и они везде, где... И это признак, это признак лямбли, да, простейшик. Да, коленочки, вот у меня здесь синяк, грубо говоря, будет такого цвета пятно, у детей это сразу проявляется, и пупок, смотрим пупок, вот белый, а тут он будет темный, темного цвета, ну, как ножок, наверное, вот такого цвета будет. Но у взрослых это поздно появляется, обычно уже запущено, когда долго ходят, это проявление токсина, как раз таки простейшее, носогубный треугольник проявляется в двух случаях, таких основных, которые надо знать. Первое, это заболеваниями дерма, ну, кожи, то есть, например, севарения, у нас будут скулы, ну, при дерматитах различных, есть носогубный треугольник, страдает прямой. Вот, и второе, это сердечная, то есть, если не зарос проток, либо не заросла стенка, в персекте, это у детей, да, там должно со временем что-то там сформироваться? обычно со мной зарастает, но это надо контролировать, паузи, то есть, смотреть, просто у кого-то сразу зарастает, у кого-то нет, обычно там до 12 лет зарастает, у кого-то быстрее. Просто здесь надо нагрузку тогда распределять ребенку, да, обычно это проявляется после нагрузки, ребенок там бегает, бегает, прибегает, и родители пугаются, что он синего цвета, и как раз треугольник синий, и губы синий. Вот, но это из-за того, что кровь смешивается, артериальная и генозная, и не хватает питания тканем. А в итоге, в каком-то возрасте это все равно у всех зарастает? Ну, вот в том-то и дело, но у кого-то может зарастеть, у кого-то, там 98% случаев зарастает, а вот, а если там 2-5% случаев, это на самом деле малоинвазивных, сейчас это так же деливается через укол, там, ручку, в ножку, ну, у детей через ножку, через бедрин, да, и составляется какая-то физическая, маленькая штучка, вставляется, она там плывет, а что делать, или это лекарство? У детей, нет, у детей обычно это зашивается напрямую, потому что так более эффективно, меньше инородных вещей в сердце, да, мы меньше его... Разрез около сердца, да, и как бы... Да, либо специально есть приборы, которые через сосуды доходят до сердца и там степлером закрывают, вот, а уже у более взрослых, там 24, вот, да, ну, такие, я бы ассистировал при этих операциях, как раз таки, там вставляется оклюдер, то есть, сначала заходим, скажем так, трубочкой, да, у нас при сердце, здесь должна, ну, дырка, да, должна быть, должна быть стенка, заходим внутрь, с одной стороны раздуваем специальный зонт такой и с другой стороны раздуваем зонт. У нас получается два зонда с двух сторон, и они встают вот, 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 разборку, да, груборим, сприседренную дырку и закрывают ее. Ну, дальше отцепляем его и все, и он остается на всю жизнь. Он потом зарастает, покрывается тканью нашей обычной, эпителиальной, 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 да, покрывается, и все, вначале там нужно много препаратов, так как инородное тело, а потом он зарастает, остальное это и своим, человеческим. Вот, сейчас вообще, я говорю, технологии пошли еще дальше, сейчас стенты, которые сами там через 6 месяцев рассасываются. То есть, вначале это как металлическая конструкция, а потом через там 6-9 месяцев она рассасывается. А и остается просто вот эта фигурная ткань, то есть, человеческие эти вещи остаются. Да, обычные как сосуд, все, а бляшку уже раздвинутую. То есть, сейчас технологии есть такие, просто пока они еще не в массовом производстве, да, но это и дорого. Мы тогда поставили 3 стента, нам их дали в экспериментальном порядке. Вот, очень их хорошо показали себя, я думаю, сейчас их будут просто наращивать производство, и они ставят нам дешевле, скажем так, более доступнее. да,